Игристое, белое, красное, односолодовое. У замгубернатора Бориса Веснина накопилось. Из-за бутылок в шкафу нет свободного места. Я бы не сказал, что это нажито. Это, скорее, приходит, дарит подарки, когда еще какой-то день рождения был. Все это в день отказа от алкоголя Борис собирается вылить. Не нужно, говорит. Он сам уже год не пьет, по примеру, губернатора и другим не советует. И повод, чтобы от своих принципов отступил, должен быть значительный. Последний раз я так немного пригубил спиртное, когда у меня 4 августа родилась дочь. Тогда уж как-то совсем избежать этого даже с моими жизненными принципами не удалось. Бутылок с дорогим и не очень алкоголем набралось не меньше десятка. То, что многие будут плакать, смотря на эти кадры, участников сегодняшней акции не смущает. И на что только не пойдешь, чтобы отстоять свою гражданскую позицию. И, конечно, ради того, чтобы в Кировской области стали меньше пить. Если бы это было вообще единственное мероприятие в сфере баллы с алкоголизацией населения, которое делает Кировскую область, это, конечно, было бы смешно. Но поскольку это, скажем так, один из элементов комплексного подхода, то, что я считаю, это, скажем так, форма социальной рекламы. Форма социальной рекламы, здорового образа жизни и отказа от алкоголя. Я думаю, что, собственно говоря, свой какой-то эффект это иметь будет. Я думаю, что хотя бы разговор об этом, он уже полезен. То есть, понятно, что такие акции, они там, большого количества алкоголя не изымут у населения. Но то, что интерес есть, мы все это видели. То есть, приходят и молодежь, и люди в возрасте. Пока шла акция, глава департамента здравоохранения Дмитрий Курдюмов объяснял, положительная тенденция в нашей области уже есть. Вот, к примеру, потреблять стали меньше. И злоупотреблять тоже. Снижается смертность от случайных отравлений алкоголем. И надо сказать, что за этот год по сравнению с 2010 годом пострадало на 23% меньших жителей нашей области. Психолог реабилитационного отделения наркодиспансера Мария Савиных в канистру сегодня ничего не выливала. Консультировала в Центре здоровья тех, у кого есть проблемы с алкоголем. По опыту знает, это люди в возрасте чуть больше 30. Например, у них в отделении лежит в основном молодежь, и из них 4 женщины. А начальную стадию алкогольной зависимости и вовсе можно наблюдать каждую пятницу во многих заведениях. Человек ждет выходных, да, не потому что там отдых какой-то, а потому что, в общем-то, да, выпивать прелесть, да, или же там ходит в баню, учащается, начинается не потому что там, да, какой-то, да, эффект расслабления, а именно потому что вот в этот период, да, он выпивает. Кстати, в сегодняшней акции на театралке поучаствовали 100 человек. Вылили 150 бутылок алкоголя и получили в обмен на спиртное абонементы в бассейн и тренажерный зал. Чтобы русские люди совсем перестали пить, это разве что чудо должно произойти. Это даже организаторы признали. Но задуматься об этом такие акции точно помогут. Юлия Афанасьева, Николай Чалов, Бюро новостей Дайвича.